здравствуйте дорогие друзья подписчики гости канала магус уэст приветствую вас из славного города мемфиса с берегов реки миссисипи вы знаете кто у нас сегодня будет в гостях человек который довольно давно у нас не был а был последний раз он у нас если не память не изменять года два назад и говорил он на своей же книге вот это писатель эмиль дрейцер писатель из нью-йорка преподаватель литературы который сегодня нам расскажет о своей новой книге причем книга не простая а книга и она и литературная она и культурологическая она и социологическая одновременно это ну будем так грубо говорить а эмиль меня исправит если я оказался неправ в этом отношении как человек советской закваски через юмор через сатиру у которой вся профессия была завязана в советском союзе на юмор и сатире как он через это заходил в американскую культуру и как наше русско-советское еврейские интернациональные шутки прибаутки анекдот юмористические истории как они заходили или не заходили на американскую почву и как вокруг этого возникает какие-то культурные противоречия как мы понимаем друг друга америка и россия через юмор вот об этом сегодня будет рассказ достаточно свободной форме хотя я уверен у эмиля тоже есть свой план какой то но часто мы его будем процессе нашей беседы нарушать я вам просто сейчас покажу обложку этой книги она в американском варианте называется laughing all the way to freedom the americanization of a russian emigrant смотрите само название говорит уже о многом американизация русского эмигранта смеясь через смех к свободе мое такое свободное свободном изложении свободном переводе да ну теперь эмиль если не возражаете я вам слово сейчас не дам сразу почему потому что я все-таки хочу вас представить немножко рассказать вашей биографии не будете возражать нет хорошо вот эмиль драйца драйца извините все время меня вот что-то пошибает на немецкий какой-то вариант прошу прощения родился в адресе в 1955 году окончил политехнический институт родился да не в 55 естественно вот после окончания этого политехнического института адресского работал в киеве а потом его траектория его деятельность сместилась в сторону писательства в каком плане он был советским сатириком вот так вот определяли людей таких вот его круга он работал в таких изданиях как известие комсомольская правда труд и особенно конечно крокодил поскольку журнал крокодил это был такой вот хаб хаб ну советских юмористов сатирика и потом середине 70-х годов эмиль эмигрирует в соединенные штаты где его карьера начинает меняться но тем не менее он остается верен своему первоначальному творчеству он оканчивает калифорнийский университет в лос-анджелесе получает степень докторскую начинает преподавать hunter college это колледж в нью-йорке находится и здесь уже он раскрывается по-новому в общем-то самая его основная и главная часть его жизни проходит в нью-йорке она связана с нью-йорком вот этой культуры нью-йоркских интеллектуалов все что мы знаем о городе нью-йорк эмигрантский американский он становится его частью главной части его жизни здесь он в общем то пишет свои основные книги а эмиль автор 18 книг здесь же его студенты взрослеют здесь же живя в нью-йорке он получает свои премии литературные кое он может сам уже в какой-то момент отметить сегодня эмиль он продолжает преподавать он будем говорить профессор в отставке это в америке есть такой статус называется профессор и мир то есть вот кстати вот мы на днях у нас трое человек на днях у нас у меня на факультете вышли на пенсию и один из этих людей специально попросил дайте мне статус и меритес потому что что это полный профессорский статус человек обладающий всеми такими же правами как обычный профессор за исключением того что он просто не получает зарплату у человека будет офис у человека все есть права преподавать но единственное он не получает зарплату и вот мы тоже обсуждали такой же статус это не простой статус его присваивает голосование его могут проголосовать а мог не проголосовать то есть это достаточно такая важная вещь и говорит о многом так вот сегодня он преподает сегодня он пишет и вот это его последняя книга извините за такое долгое предисловие laughing all the way to freedom через смех к свободе она послужит сегодня конвой для нашего разговора имеет будет рассказывать конечно своей книги и мы будем говорить еще о темах которые связи с этой книгой поднимаются хорошо иметь я замолкаю за сим и передаю вам слово значит спасибо я в том что вы сказали последняя книга но дело в том что у меня я работаю над их на еще одной книгой потому что надеюсь что не последняя одним словом я в двух словах я расскажу потому что она выйдет на русском языке у меня уже даже есть издатель а вайт называется на чехов на брайтон бич о здорово когда выходит извините я перебиваю видимо в конце этого года я сейчас уже уже подготовил что себя представляет это из подзаголовок история одного поколения в рассказах и очерках то есть я родился с накануне мое поколение накануне 2 мировой войны 3 7 году и в общем то прошел весь путь впечатление войны все это у меня описано в моих так сказать рассказах и очерках опубликованных на русском английском даже на польском языке вот и эта книга так сказать вот над которой я так сказать сейчас работаю вплоть до ну естественно это поколение которое прошло через советскую советский период и уже мне было 37 лет когда уехали из советского союза я вот в конце этого года будет 50 лет обалдеть да новый год как раз 30 декабря то есть подождите 50 лет вашей эмигрантской жизни будет да так тогда будет как раз и к этому я решил приурочить значит вот такое описание ну как бы рассказ о моем поколении через через очерки рассказы опубликованные по-русски по-английски и по-польски в разных местах который конечно включит в себя и иммиграцию иммиграционный период и вот до сегодняшнего дня но в общем то вот я хочу сейчас а вот книга который сегодня идет речь латвий молодой to freedom а я в общем то решил что я хочу хотел бы все-таки переосмыслить дело в том что я посмотрел на свои так сказать филитонные эмористические рассказы об американской жизни которые написал в течение первых 10-15 лет не забывайте я уже 50 то есть одним словом они как бы выдавали значит вот почему они были написаны так сказать юмором и прочее потому что они это была некая попытка описать столкновение совершенно разных культур двух мнений быть немое что во многих отношениях американская культура отличается от российской тем более советской культуре в которых которую я был был воспитан вот поэтому книга открывается рассказом о том что я думал конечно это не произошло я думаю что для молодого поколения как 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 это будет странно а каким как это так вот он был советский сатирик и вдруг взял и уехал а дело в том что во первых как я уже объяснял советским сатириком я был потому что мне разрешалось работать в узкой сфере только не обобщать одним словом конкретные объекты так сказать сатири существовали не затрагивать партии правительство а все остальное там внизу можно никаких общих так сказать насмешек над самой системой не допускалось конкретно но я нашел какую-то нишу для небольшой для себя может я был молодым человеком мне было 37 только когда уехал поэтому я так сказать хотел ну как бы свое перо как бы отточить и вот с этим отточенным пером я приехал в америку и казалось бы кому нужны естественно в советском в америке советская сатира даже в америке понятие советская сатира как бы contradiction if terms как это как это может быть вот и но мне повезло прямо скажу мне повезло тем что в общем то это звучит ужасно повезло потому что была холодная война то есть мои сатирические вещи которые я публиковал советской прессе в переводе на английский так или иначе показывали так сказать систему советскую и вот поэтому первые где-то около полдюжины моих рассказов которые были публикованы в клубе 12 стульев литературной газеты потом в они были переведены на английский так мне повезло что мне был американский друг который сам знал хорошо русский язык перевел и вот так сказать таким образом я как бы получил как бы выход на американскую аудиторию так вот но сейчас как приступаю к этой книге я так сказать глядя назад вспомнил конечно и увидел свои собственные публикации что конечно же эмиграция не произошла в одночасье как так она была во мне не только во мне конечно и в людях моего поколения существовала так называемая внутренняя эмиграция то есть одним словом мы естественно не любили советскую власть и пытались находить какие-то способы ее критики которым в каких-то дозволенных мерах где-то в каких-то местах одним словом я нашел что так сказать некоторые публикации свои в советское время провинциальные газеты и прочее которые явно показывали что я смеюсь на над советская над советской системой вот но конечно там американцам может быть это непонятно я надеюсь может быть на русском языке это будет понятно но когда я приехал так сказать начал смотреть на свои сатирические публикации в америке то я обнаружил что на самом деле можно разделить все что я довольно много было публикаций на три части первая это мое открытие америки то есть америка которую так сказать я не знал что что я узнал допустим о русской советской культуре в америке столкнувшись совсем другим пониманием разных вещей вот ну естественно и потом значит некое размышление по поводу американизации к чему я об этом скажу в конце что я по этому поводу думаю ну что касается открытие америки то конечно первое что приходит на ум я думаю через все через все эти перепели это прошли кто жил советском союзе это шок от первого посещения супермаркета то есть это обилие чрезмерное нам казалось обилие товара потому что как это есть растворимое кофе но зачем четыре пять шесть разных разных сортов нам было достаточно одного в свое время но дело в том что я в этом вспомнил что на самом деле был действительно реальный случай примерно в это же время 776 году из советского союза бежал белянка пилот вместе с последним так сказать самолетом последней модификации истребителем в японию и когда его это все подлинная история его привезли естественно в америка вашингтон для того чтобы ну расспросить как и что и прочее дебрифинг да и вот был такой случай который до меня дошел что его значит ну так сказать агент значит cia центральной разведки ну возил его каждый день естественно на разговоры в центральное управление из его гостиницы и вот однажды по дороге он остановился агент говорит извините если не разражаете я хочу заскочить супермаркет купить растворимое кофе потому что моя жена просила вы не разражаете ну пойдемте со мной так вот так короче говоря когда они вошли он купил этот самый растворимый кофе они пошли обратно и этот американец обратил внимание что Беленко вдруг резко переменился он стал злым он не стал не смотрел на его сторону в чем дело объясните мистер Беленко в чем дело я не понимаю я не понимаю я рисковал жизнью когда я угнал самолет последней модификации понял я казалось бы сделал все как вы можете мне не доверять то есть как это не доверять почему не доверять ну что я не понимаю что вот все что вот этот супермаркет это специально сделать так чтобы меня соблазнить западным образом служения то есть он не мог допустить это обычный американский супермаркет понимаете это было за пределами его те из нас кто помнит голые полки так сказать советских магазинов в то время речь идет в 76 год понимаете в 75 году то понимает конечно что это поэтому так сказать я естественно так сказать я это описал эмиль эмиль я вас я не хочу я опять вернусь к вашим повествованиям не хочу нарушать траекторию но просто тут сделаю небольшую поправку ужас заключается в том что вот сегодняшние поколения есть некоторые топят за социализм ностальгирует по ссср которые 35 лет там 27 даже 45 они этого не знают они также они беленко наоборот вы понимаете они не могут себе представить что в советском союзе были пустые полки вот в чем уже заключается то есть я говорю тут возникает интересно подводных смыслов понимаете то поколение ваше я еще помню но это как бы заметки на полях пожалуйста давайте да да совершенно верно я с этим тоже сталкиваюсь но сейчас я отвлекаюсь по-прежнему веду курс кино в моем колледже то есть один курс каждую ось каждую весну восточно европейское кино и и так сказать каждую осень пока что российское кино общество так вот мы с этим все время сталкивается конечно молодое поколение им это им это трудно трудно представить себе как и что но не будем отвлекаться в эту сторону так вот а второе что так сказать совершенно удивило но одно из одна из вещей о которых я тоже так сказать писал это отношение к работе дело в том что в советском союзе моего времени все делалось для того чтобы показать что отношение к работе это все ради чего советский человек должен жить труд дело славы дело доблести и геройства плакаты и так далее а в америке вдруг я никак не мог понять это я думаю сейчас все кто слушает меня в америке нас слушать в америке знают об этом небольшие закусочные под названием тиджи ай я спросил что это значит там гад из фрайды словом открытых говорится да мы вынуждены работать для того чтобы получить жить и так далее но вовсе это не не труд но в советском союзе конечно это все было официально программа не официально отношение к работе было прямо скажем наплевательское то есть имеется ввиду я хочу напомнить под подпольные анекдоты и поговорки допустим где бы не работать лишь бы не работать от работы кони до или помнить еще одна работа не волк в лес не убежит совершенно верно поэтому совершенно с другой стороны в америке помочь кому-то это дать ему работу понимаете и я с этим столкнуться опять же на первых порах мой американский друг его зовут сай фромкин он был известным так как человеком в том смысле что он ну так сказать боролся за освобождение советских евреев то время эмиграции которая была отнюдь непростым делом так вот он однажды со мной поделился он говорит я не понимаю я вот одной паре эмигрантов дал работу он владел небольшим бизнесом который занимался производством занавесок ну что-то в этом роде то есть в америке отношение такое если ты хочешь кому-то помочь ты ему дождь ты даешь ему работа а он а то есть он мне значит это сами со мной делится и говорит слушай я не понимаю а я дал работу и прочее но они отношение к этому наплевательское перекуры чуть ли не час полтора но одним словом работать спустя рукава я не понимаю понимаете то есть одним словом совершенно разные отношения к этому больше того я лично я об этом пишу с так сказать запоздалым стыдом я помню что я я работал в корпорации технически ну поскольку у меня было инженерное образование как технику райта то есть одним словом составитель инструкции технических инструкций и вот были огромные корпорации и так сказать были какой-то период между двумя большими проектами это делать особенно было нечего и я так сказать сказал одному знакомому американцу что я значит в это время но иногда закрываю глаза дремлю делаю вид и прочее и он мне сказал отнюдь он не был так сказать единат лайки то есть ему это все не нравится он сказал вы понимаете что это все равно что украсть то есть одним словом вам платят за то что вы что-то делаете вы должны были найти что-либо чем заполнить это время полезное для для компании и так сказать я это понял совершенно разные отношения понимаете поэтому ну вот такое как бы столкновение но сами американцы на первых порах нам понравится мы же понимаете советская пропаганда мы ничего не знали вот я думаю что сегодняшнее поколение им это трудно понять может есть интернет есть так сказать способ увидеть нечто за пределами страны даже если ты не путешествуешь не говоря уже о том что можно путешествовать а в наше время это был железный занавес поэтому ничего этого так сказать понятия не мере и что из себя представляет скажем американцы как люди просто как обычные люди и поэтому на первых порах удивила дружелюбность в общем то ну как то на этом особенно я помню говорю когда я ну естественно мы приехали с неадекватным английским ну естественно в институте нас учили как переводить техническую литературу но разговорный язык не существовал и и поэтому когда я так сказать ну стеснялся говорить по-английски мне знакомый американец ну ну что вы что вы ваш английский гораздо лучше чем мой русский вот такой разговор вопрос к тому зачем ему русский тем более в америке вот поэтому так сказать ну просто чтобы продемонстрировать так какого был на английский я помню такой был случай на первых порах я позвонил в местный банк ну естественно на английском языке и спросил мне нужно было получить заем чтобы купить машину ну подержанную машину и прочее ну одним словом я говорю звоню и говорю may i talk to mr smith и мне секретарша говорит из банки i'm sorry but mr smith has passed away ну я спрашиваю но в то же время какие-то вещи в америке казалось совершенно ну непонятные ну например образовая отношение к образованию вот значит я помню на первых порах было очень популярно слушал на английском языке популярная песня wonderful world что и там есть такая строка а и данного матч географии алджебра трагогометри батай ай но и вот я просто поразился думаю надо же это что соблазнить девушку что ты ничего не знаешь это но да как это как это все понятно и мне понадобилось большое долгое время чтобы понять что в америке вся система образования построена как на пирамида наоборот то есть эта пирамида вот она наоборот то есть одним словом чем выше ты поднимаешь по ну так сказать чем больше получаешь образование тем больше требовательность к этому я так сказать я заканчивал аспирантуру в америке то есть получить мастера и мне ушло семь лет то есть одним словом это не даром мы знаем что аспирантуры в америке особенно университетов харвард университ йелл и так далее они считают у них лучше в мире потому что вот система образования то есть требовательность повышается чем выше вот поэтому так сказать это тоже на первых порах было совершенно понятно как как это соблазнить девушку тем что ты ничего не знаешь вот так вот но и потом какие-то отношения ну каким-то не знаю отношение к машине ну каждодневные это отношение отношение к машине но в советском деле даже не мог мечтать о машине я помню был такой случай что был восемь седьмом году мне так как посчитывалось так как я не поскольку так к этому времени вышла моя книга forbidden laughter но искренне надо будет время я о нем отдельно расскажу что произвела сенсацию в этом смысле сборник советских анекдот на русском и английском языке ну давай так вот я попал на машине я попал на так сказать ну меня пригласили выступить на был такой ну что ли семинар international international political humor но одним словом связь во всех странах и там я был арт буквой арт буквой которого конечно за известный был сатирик интернешнл геральт работал да new york times да да он публиковал эти эти калорные сатирические вещи которые перепечатывали в правде в известных и так далее вот но я с ним в куларах познакомился и к этому времени была советская делегация приехала из крокодила тогда намечалось восьмом седьмой год значит у время это сказать гласности перестройки вы решили как каким-то образом лучше отношения одним словом меня спросили вот из делегации крокодила поскольку этом печатался свое время эмиль почему вы оставили родину я что-то такое ну них отрамняблен не говорил ничего такого серьезного что будем объяснять и я все это рассказываю арту бухульды он говорит вы должны были сказать что вы уехали потому что вам да не дали место для парковки я даже не мог мечтать о машине не то что он же жил на другом до него это как бы такое обычное вот это не дали туалетные бумаги это тоже кстати каким образом таким образом ну так сказать я выяснилось что в общем то какие-то вещи совершенно непонятные в америке час я увидел на первых парах вот моя дочь приехала в америку гораздо позже в 2002 году и ее поддержали на первых парах и еврейская община подарила ей решили обратиться к тем кто у кого есть поддержанная машина который еще в хорошем состоянии когда они могут пожертвовать ну отдать дать снова прибывшим и вот значит моя дочь рассказывает что привезли эту машину приехала вся семья они снялись с этой машины как селфи начали на память то есть одних и для них это машина была живым существом я потом в книге целая глава на эту тему о том как то для многих американцев машина как бы живое существом там я не хочу сказать заранее все детали если кто это интересуется может прочитать вот но если говорить о важных вещах вот скажем дружба выяснилось что в америке разность культур вот тут сказывается пожалуй одна из самых ну что ли трудных барьеров которые приходилось преодолеть потому что в советском союзе дружба иногда была важнее чем отношения с членами семьи потому что в общем то мы все жили за счет того чтобы помогали друг другу выручка взаимная выручка не хватало несчастной этой зарплаты до выплаты друзья у которых к этому моменту были деньги могли с тобой поделиться а ты потом отдашь когда это было то есть одним словом кроме того в америке часто если друг ты образуются люди есть люди образуются дружеские отношения и в один прекрасный день этот американец или ты сам едешь меняешь место жительства может ты едешь туда где работа есть тебе хочется жить вот так вот поэтому так сказать в этом отношении дружба не носит такого ну что ли без ну так сказать существенного так сказать характера в американской жизни чем по сравнению с российской жизни и кроме того есть еще есть такой самой культуре ами америки которая основана на культуре протестантства это самодостаточность то есть ты обращаешься за помощью только когда ты совершенно ничего не можешь сам сделать иначе на тебя смотрим что если самодостаточность является самым главным так сказать что у тебя дает ощущение что ты нормальный человек то ты стараешься избежать всякого дружба не носит какая-то как приятельские отношения она не носит такого тесного характера как союзе они за не помню почему старый друг лучше новых двух маяти это все все так сказать дружеские отношения чрезвычайно важны были по крайней мере в советском суде для выживания вот это я так сказать увидел что в этом есть а в америке больше того даже сказано я помню как были какие-то ситуации мои собственно где было сказано что в общем то дружбу не надо так сказать никаким образом совмещать с финансовыми отношениями совершенно то же время совершенно обратно обратно это да 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 потому что кто-то пострадает либо дружба пострадает либо финансы пострадает каким словом вот так вот поэтому так сказать ну это другое вы знаете демиль я вот опять не знаю вот что вы сейчас планируете следующий какой-то пласть затронуть что вы говорили в книге но у меня тут же появляется ряд таких вопросов комментариях которые я не могу их не сделать понимаете конечно вещь вот какая вот вы по поводу товаров сказали от биленко мы потом гора отношение к работе потом сейчас упомянули это самодостаточность которая проистекает из протестантской культуры потом требуется в университетах тогда когда чем выше программа phd там или магистр phd сильнее требования какие-то я вы знаете будучи вот сейчас работником американского университета общаясь с молодежью да и вообще занимаясь американской жизни и будучи имея ну и знакомых и друзей масса американцев я не могу не сделать такой комментарий мне кажется вашу книгу надо прочитать молодому поколению американцев или во всяком случае людям которым за 35 даже уже почему потому что все вот эти вещи которые вы сейчас отметили они достаточно были релевантны семидесят восьмидесятый год это вот протестантская культура это вот самодостаточность это требовательность это желание и требования не смешивать дружеские отношения там с финансами я сейчас вижу к сожалению по всем этим параметрам америка очень сильно сдала и поэтому я думаю не только будут люди там старого поколения старшего поколения интересоваться этой книги или какие-то там возможно русскоязычник который знает английский язык но мне кажется эту книгу надо читать поколение американцев сегодняшним потому что сегодня я вижу протестантская этика она часто ходит на второй план потому что часто говорят ну как же это не справедливо когда там много работы слишком сильно там ведь это но человек травмироваться может а потом у нас еще есть различные меньшинства ведь скажем ну если не пора деть какой-то группе определенной угнетенный там это будет плохо потом значит еще одна такая вещь там скажем вот требовательность университет я вижу на моей памяти сейчас к сожалению прям я приехал сюда девяносто первом году но требовательность к мастеру к phd в университетах очень сильно снизилась это я вижу на моих глазах происходит разрушение американской системы образования то есть те вещи о которых вот вы сказали это да это америка которая была ну сохранялась где-то до начала 90-х годов а потом я вижу вот во всяком случае я могу ответственно говорить высшее образование качество высшего образования очень сильно снизилась на моих глазах особенно после этого ковида и поэтому я в общем то делаю такой вот комментарий хочу сказать что эти вещи вот о которых вы говорите столкновение с америкой ваша американизация то мне кажется вот американизация была американскую жизнь семидесятых восьмидесятых годов а сейчас американцы молодого поколения должны читать вашу книгу чтобы узнать какая была америка тогда и что мы потеряли где-то это опять извините такой как вот комментарий на вы совершенно правы америка америка 50 лет назад который я приехал это не америка сегодняшняя со всех точек зрения и какие-то вещи совершенно изменились как мы как вы понимаете не в лучшую сторону но конечно же но но я пытался так сказать отразить скорее это была в моей книге это реакция на мое собственное очищение америки в то время а понял да эти 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 самые сатирические вещи были написаны не только по-русски а по-английски лос-энджелес-таймс лос-энджелес-хэрлд-экзэмэнер старий сын контемпер сатай одним словом на в американских изданиях то есть одним словом и американцы видели справедливость того на чем я так сказать как сатирик смеюсь и прочего в то время но сейчас конечно же я я во первых перестал это этим заниматься скорее скорее обратился к серьезные года к серьезной прозе клонит на эти есть такое такое понятие вот а понятно конечно мы поздние рассказы об эмигрантской жизни они так ведь уже находятся в совершенно другой другой культурной сфере как но если вы позволите я хочу закончить так сказать ну по крайней мере что еще мне показалось совершенно ну разным между по крайней мере в то время это например значит какое-то время но так получилось моей жизни что я остался один развод был и после скажем почти десятилетия я пытался найти так сказать ну партнеров жизни и у меня образовался американский друг он до сих пор есть у меня есть несколько американских друзей которые несмотря на разницу казалось бы культур по прежнему ну по крайней мере в том смысле в каком американская дружба существует они по-прежнему в моей жизни так вот он он я его как бы назначил свою как говорится love guru то есть одним словом чтобы он мне объяснил прошли понятия не имел одно дело встретиться с девушкой в советском союзе я уже не говорю о наших условиях то у нас не было где встретиться не было так сказать где так сказать заниматься любовью если до этого дойдет и прочее прочее вот и он сказал ну что так сказать ну ты еще у меня было лет где-то 50 не больше 50 лет 50 ну прочитай так сказать ну так как ты это преподаваешь колледжи прочитай вот это личные объявления personal ads в нью-йорк ревью бокс это газеты это издание интеллектуалов нью-йорк ревью там помещают рецензии наиболее интересные книги вышедшие в самых разных областях в том что не только литературы но также выставки живописи и прочее прочее так вот но там в конце есть да да я помню если есть когда я начал читать я значит прочитал это и говорю своему-то американскому слушай они по моему они все хотят меня почему говорит ну как же я говорю culture educated successful и он мне говорит до надо нами ты не ты успешны да но надо ты не успешны я говорю зними я к этому времени уже публиковал не помню 4 или пять книг и проще как говорится советской русской точки зрения я был успешным на 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 америке успех это когда у тебя много и сделал много денег для меня это было тоже как бы открытие мое открытие америки второе это литература отношение к литературе в советском союзе вообще в русской культуре литература это серьезно серьезно литература тем более литература того времени когда я жил воспитывался и наконец в 74 году уехал была очень важна было много произведений литературы мы читали которые находили между строк одним словом из опыта языка одним словом это было как бы ну писатель был как бы не просто или как в россии тогда говорили в россии поэт больше чем поэт да 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 поэт больше чем поэт совершенно верно да но в америке как правило литература это развлечение развлечения и с этими столкнуться совершенно случайно я учился в аспирадуре веселый и возле моего дома какой-то небольшой книжный магазин и там стоял так сказать ну такой баг для отбросов и там лежала книга без без обложки я когда посмотрел чем она измазана краской тогда посмотрели можем я не мог поверить это был сборник рассказов исака большевица сингера к тому времени он уже я знал его имя может его публиковали в нью-йоркере прочее прочее я никак не мог понять как могли могли как могли выбросить такую книгу и почему оторвали обложку и все остальное я обратился к своему сокурснику ну в аспирантуре американцу и он мне объяснил эмиль это чисто камень соображение коммерции как в чем же как ображение дело в том что скорее всего магазин маленький у них маленькая полка для того чтобы продавать книги которые сейчас были бесселлеры и а эта книга не пошла у них есть договор с издательством что если они книга не продается все что не присылает это обложку в доказательство что книга не не продана вот им возвращает деньги за это вот такая чистая экономическая ситуация мать это конечно было совершенно для меня совершенно невозможным представить себе и поэтому я не мог удержаться тогда не забывайте только в америке был несколько лет такую сатирическую сценку то лев толстой приходится с войной мир в издательство американская и предлагает значит издать и как его так сказать ему говорят ну в общем то вы кто ну это по-английски присутствует каламбур по-английски он говорит он говорит граф лев толстой аккаунт лев толстой аккаунт лев толстой и этот самый редактор обращается к себе дальше посмотрите есть у нас такой аккаунт или нет толстой говорит я я не аккаунт я аккаунт что в принципе ему говорят ну вот эта книга не пойдет может наверх она слишком большая домашняя хозяйка но я не буду все пересказывать это все есть в тексте в тексте технике да и полностью одним словом это разница так сказать ну роль литературы в обществе совершенно совершенно различна а вот и миль такой вопрос чисто практически слушая вас вот вы достаточно часто наверное сталкивались с тем что как вот передать какие-то реальные культурные на чужом языке где граница существует ведь например есть какие-то такие реалии которые просто невозможно передать в принципе их нельзя там нужно написать наверное двадцать две страницы комментарии там культурного характера чтобы объяснить человек вот например анекдота чапаев аштирница там это невозможно передать совершенно верно юмористу там даже владеющим отлично объеме языками отдельная так сказать отдельная часть книги посвящена тому моему как бы это открытие америки как говорится совершенно неожиданно я уже говорил не только потому что я публиковал это пожалуй пришло после публиковал мои цитерические вещи о советской системе тогда первым делом что произошло и так сказать это открыло глаза на америку это я жил тогда в лос-анджелесе газета эмигрантская альманах мы решили как иммигранты мы решили как это так американцы не знают советских анекдотов как это так все чем мы жили то время что поддерживал дух были анекдоты и поручили естественно мне поскольку все-таки имел прямое отношение к среде чтобы я составил этот сборник так как я бы учился в аспирантуре то естественно мой английский будет достаточно я так как пригласил своего одноклассника одноклассника чтобы он перевел на английский и мы сделали маленькую книжку под названием недозволенный смех forbidden laughter Soviet underground jokes и совершенно не зная что с этим делать ну понимаете вы автор вы знаете что это не так просто книгу продвинуть надо знать куда брать и вдруг мы обнаружили что она имеет необыкновенный приобрела необыкновенный интерес то есть вплоть до того что я выступал с лекцией в одном университете чем не так не главном не 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 колумбия где-то в лонг-айленд университета с лекцией советской цитили пришел корреспондент нью-йорк-таймс и написал большую статью опубликовал в моем выступлении потом вашингтон пост потом и так далее так далее в что в чем дело я никак не мог понять чем дело а дело все просто в том что существовал стереотип русских русскоязычную русской культуре в которой у них нет чувства юмора понимаете и поэтому поэтому выяснилось что на самом деле вот бы заговорили об одном из анекдотов которые значит непонятная да конечно я не понимал что можно что они поймут и так и чего не поймут так анекдот который всем нравился это то есть американцам до переводе на английский это анекдот армянская ради спрашивает будет ли третья мировая война а тогда как как вы знаете это был так сказать вопрос который всех волновал да цвет не будет но будет такая борьба за мир что камня на камне не останется то есть это отвечало состоянию и американцев и так сказать вы понимаете нашу да 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 понятно да интонациональный такой да да но при этом вот бы упомянули но при этом значит вышла потом отдельная статья даже критическая ну я имею ввиду разбор что и так понятно в моем сборнике а что не требует объяснения вот кстати по поводу чапаеву они понятия не имеют кто такой такой чапаев поэтому все анекдоты о чапаеве так сказать совершенно не работали для них даже книга пелевина который помните называлась там чапаев или пустота ее не могли название перевести ее назвали глиняный пулемет на английском языке потому что да да ну пожалуйста давайте были так сказать вещей которые просто трудно представить американцам а почему нужно смеяться и получил не говорю вот но так и поэтому да и при этом еще на стопотом я выяснил что оказывается есть знаете если вы мне дадите я в минуту я хочу показать да да пожалуйста чего я не знал я чего я не знал что в американской популярной культуре уже так сказать по крайней мере десятилетия был вот такой образ россиян русских как неулыбчивых я сейчас хочу вам это показать а вы можете если вы можете мне разрешить я тогда это сделаю да пожалуйста сейчас шире скрин да так вот так сейчас я вам вот сейчас я покажу вот значит 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 ну начнем с того что меня пригласили на шоу все американское шоу к нам трудно было представить мир гриффин шоу вот он держит в руках эту книгу моих советских анекдотов так 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 и да и так сказать я никак не мог понять и вот отказывается вот что очень во первых в сирии from russia with love да это джеймс бондов фильм российская это роза хлеб но я не буду от я в книге объясняю почему и так у него такое название роза хлеб видите она таска отнюдь не юмористическая да дальше фильм с греты горбо но это классика там прямо улыбки нету специально там же я чему это говорю классика или не классика но улыбки там нет совершенно да но кроме того выяснилось что вот был еще такой сериал а рокки энд болфинга 59 лет и вот этот персонаж борис боденов то есть это по-английски bad enough это мне знакомо да я тоже я смотрел это наташа фаталая то есть они русские и так далее да значит дракула дракула с додор тоже так сказать русская комитова умел у игорь эти слова и значит славянское имя игорь вроде бы вот такие персонажи вряд ли какой-либо смех предполагается ну вот так вот таким образом я так сказать выяснилось почему эта книга кроме того был еще определенный период это был конец 80 конец 79 начало 80-го года советский союз вторгся в афганистан естественно напряжение было большое и когда вышла эта книга не подумали боже мой может быть если у русских оказывается есть чувство юмора может быть с ними можно договориться каким-то образом вот так вот вот но вторая часть моей книги если у нас еще есть время это заключается в том чтобы как бы открытие себя вами то есть одним словом эти культуры который 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 мы не знали но например я сотрудничал в эмигрантских газетах довольно много и я обратил внимание на одной из эмигрантских газет в америке объявление деловой брак я так сказать не понял я позвонил редактору я не понял что деловой брак как как это что слияние двух корпораций компаний корпораций в чем дело но 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 это просто вот кто-то так сказать из эмигрантов предлагает и вот если кто-нибудь из иностранцев хочет получить какой-то вид на жительство в америке можно заключить брак если конечно сойдутся деньгами я говорю но в америке это подсудное дело от пяти до восьми лет тюрьмы за татка обман обман федерального так сказать государства федеральные федеральные законы такой а он мне ответил говорит ну нет мы у нас есть такое что мы не несем никакой ответственности за за объявление они себя то есть это нас не касается мы это вещи совершенно кроме того есть такие вещи например то что меня особенно поразило это благотворительность в америке да да я я подрастал маленьким мальчиком в одесской улице я помню прекрасно инвалиды войны без ног на дощатых так сказать площадках на шарикоподшипниках были кругом и так далее то есть одним словом то есть было трудно но и однажды как мы знаем спустя года два они вдруг исчезли все оказывается потом это сейчас это стало уже общее все все в этом знают интернет сообщают их собрали из советских улиц чтобы не портили вид и послали ослали их на на север официальное место где и так далее знаете в америке я не должен вам говорить вдруг почему автобусы не лын а басов автобусы спускается если видят что инвалид хочет вступить или пожилой человек места для парковки только для для хиндикап то есть для людей которые которые проблемы с движением да то есть это меня просто поразило кроме того ну вы знаете сама даже тротуар кончается как правило вот тем так плавно что можно плавно съехать если ты на так сказать на инвалидной коляске ты можешь съехать одним словом это этого совершенно не не представлялось ну разница в этом благотворительность именно по поводу так сказать вот инвалидов в америке это было совершенно разные вещи вот ну и так сказать последнее о чем я хотел бы сказать и то есть отнюдь не последний машина вообще идет это о том что однажды я еще был аспирантом в UCLA проходил через офис и мне секретарь говорит естественно на английском будет вот как звонят хотят задать вопрос может быть вы сможете ответить я прошу прощения и голос ну по-английски мы говорили она спросила скажите а как по-русски какое-нибудь имя для тигра я говорю ну вы знаете как-то с тиграми не вась-вась это кошка мы называем киса она говорит киса а хорошо годится я говорю почему нужно это вдруг он говорит вы знаете мы организуем протесты против чтобы сохранить уссурийских тигров да известный дел и вот нам нужно уже приготовили портреты прочего очень хорошо звучит сейф киса бы по-английски и дальше я написал такой сатирический колонку о том что вот американцы протестуют по любому поводу ну и причем это напечатали в американской газете на английском я никак не мог понять чем дело выяснилось что на самом деле если бы не протесты в америке моя иммиграть я бы не смог приехать в Америку понимаете да да и во время было целое движение да да то есть одним словом опубликовали потому что в общем так сказать редактор сменил название моей 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 колонки моего так сказать серитона что как бы типа во всем принято так сказать звенить анкл сам то есть одним словом правительство в таком духе да одним словом какие-то внутренние америка мне непонятные американские темы но в любом случае так сказать то есть одним словом я даю целый ряд примеров по которым мы приехали в америку совершенно не не понимая куда мы приехали по многих точке зрения но все остальное конечно а многие так всю жизнь заканчивает они не понимают Америку то есть варятся в каком-то своем соку и например об Америке судят применяя к ней какие-то до сих пор вот российские реалии там я не говоря молодом поколении кстати многие продвинут а некоторые так под воздействием или культуры или под воздействием пропаганды какой-то они все еще судят об Америке применяя какие-то российские стандарты вот например ну я например не в восторге от Байдена там от семейства Байденов и конечно не хотел бы видеть ни Байдена не его сына вообще но с другой стороны то что вот говорят там они коррупционеры там до мозга и костей там все так я начинаю сравнивать коррупцию скажем вот российскую нынешней или китайской то есть все эти шалы эти Байден или младший Байден что это делать это просто подметки не годится к тому то есть мы обсуждаем опять ну какие-то мы обсуждаем какие-то семечки конечно тогда как там вот Китай в России там в Иране который мы тоже не можем даже говорить там это я там это в порядке вещей там конечно иначе быть не может да 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 вот это вот удивительно вы знаете как Андрей вот те люди которые вы сейчас рассказываете за мигрантом я их отношу к категории они еще не приехали не приехали да они все еще там да вот мне даже вспоминать знаете Эмиль продавалась как-то это матрешка в один я сейчас не езжу к сожалению вот в России по разным обстоятельствам не могу понимаете почему до восемнадцатого года до девятнадцатого когда я ездил я увидел матрешки там значит продавались там Ельцин Путин был там вот это матрешки были как-то разговаривал с одним человеком достаточно интеллигентного вида который матрешки продавал и он мне говорит покупай эту матрешку отлично все это же показывает это вот клан Ельцин как вот у вас же есть вот в Америке клан Буша там вот они тоже ведь определяют у вас есть клан Клинтона ведь они всю Америку под себя подмяли там вот сейчас есть еще один там ведь они же взятки платят там им платят все вот вот я говорю вы знаете мне трудно с вами говорить потому что это совершенно различные то есть мы мы можем бодаться мы здесь в Америке ругаемся чуть не с пены рта но это совершенно другие проблемы это другого уровня да 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 это не так работает вы знаете я не могу не вспомнить советского время выступает так сказать лектор в Москве я и так сказать ну рассказы о том как бы замечательно будет жизнь вот когда закончится это пятилетка следующее и прочее и так сказать есть вопросы вот один так сказать слушатель вопросов говорит вот скажите а когда наконец будет масло в магазине ну хорошо это не вопрос по теме ну хорошо скажите а когда можно будет просто поехать на юг чтобы ну было достаточно зарплату как извините как вас как вы как вас как ваша фамилия и этот самый спрашивали говорит моя фамилия шапира а шапира значит вы родственник того самого шапира который написал провокационную книгу о коммунистической партии советского союза вы знаете было да 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 была известная книга на что этот самый говорит но 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 я к нему не имею никакого отношения два мира два шапира это известная погода притча была вот об этом речь поэтому есть два мира два шапира приехали это одним словом что делать ну в любом случае знаете я часто говорю своим друзьям знакомым писателям которые сомневаются вот надо ли писать и прочее я им все в мире рассказываю один и тот же старый кажется еврейский анекдот я на этом закончу что выбирали в маленьком местечке раввина игре вот давайте раввиновича хороший человек закончился с отличием и шивы так далее так далее все согласны да замечательно один один поднимает руку вы знаете мы не можем почему потому что у него дочка ну я не знаю можно ли говорить на вашем их на вашей программе слова с начинающей буквы да понятно вот так всем за голову схватили боже мой как же так вот чуть не влипли а другой говорит позвольте позвольте ну рабиновича нет дочки у него сын самую нормальный мальчик кончил хорошо и обратились к тому кто сказал что вы такое говорите мое дело сказать а вы разбираетесь великолепно это то дело писателя мое дело сказать да мы разбираемся ну что же на этой ноте на этом анекдоте мы завершим нашу сегодняшнюю беседу и как говорится книга написана а нам разбираться вот дорогие друзья еще раз laughing all the way to freedom смеясь к свободе книга эмиля дрейцера о том как две культуры столкнулись друг другом кто знает английский язык пожалуйста ее можно приобрести на амазоне кто не знает этого я думаю нужно ждать русского перевода да можно ну я думаю что те кто живут в америке знает по крайней мере язык не не такой уж сложный не могут прочитать на английском языке вот но так сказать в какой-то степени отдельные главы уже появились но по крайней мере мои так сказать филитоны которые на которые ссылаются они были публикованы по-русски в разных журналах если наши слушатели зрители погуглит вас эмиль дрейцер там на русском что-то выпрыгнет они могут прочитать много чего ну отлично поэтому я тогда обращусь если кому-то интересно узнать больше о творчестве вот человек с которым мы сегодня долгую беседу имели гуглите вот это имя фамилия эмиль дрейцер писатель и что-то выпрыгнет и вы прочитаете на русском языке ну что же имели громадное спасибо вам за беседу спасибо вам всего доброго до свидания до новых встреч субтитров я не могу ну 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 ну